Саногорская родина Первая родина, Львовская область Там служил мой отец военный, отчим, но я его считаю родным отцом Роднее родного И моя мама украинка, отец русский, мама украинка Местное население И там, наверное, родился садовод Я должен и всегда и всюду в своих многочисленных статьях, в своих фильмах, в своей книге Я всегда подчеркиваю Украинская школа, сельская Да, было трудно Да, были керосинные лампы в школе на стенах Чернильницы, которые, как их назвали-то? Которые не проливайте Да, замерзшими чернилами по утрам Но нас учили садить деревья Нас учили садить овощи Мы собирали колоски Мы собирали уже в промышленных масштабах, колхозных, помидоры Мы собирали сливы Вот, там я познакомился Мы успели, я успел попробовать вишни саженцы Кладби, которые я посадил своими руками И вот в 11 лет судьба покатила дальше Когда мне стало 11 лет Отца перевели в Кемеровскую область Еще год И вот, наконец, на риску И даже в Норильске Где-то какие-то наблюдения пригодились садоводству Вот овраг, южный склон, березы растут Северный склон, ничего нет Вот А сейчас у нас же как? Упил человек дом, дачу Он еще не думает про сад Он думает о стоимости дома, о земле, о чем угодно И вот когда момент истины Когда оказывается, что у нее ничего не растет А для чего мы в школе учились? Считается понятие в школе относительно Ну, никому не нужное Как угол падения района, угло отражения А южный склон Значит, можно там солнце, допустим, 50 градусов бьет в землю Но не 90, как в Африке, где жара Прибавим к нему 15 градусов южного склона И вот мы на Украине А если дом, дача, сад на северном склоне Отнимем 15 градусов И мы в Северонисейске Такие простые понятия Приводят к тому, что у нас Многие бьются, бьются, а свои фрукты попробовать не могут Вот такое наблюдение Оно идет с на риск А потом лучший ученик в классе Кличка профессор Потом попытка поступить в лучший вуз России МВТУ К сожалению Это МВТИ, то есть К сожалению Провалилось Не дотянул И обычный металлург Ну, вроде бы не пропал Металлург Орден Трудовой славы Почетное звание Рационализатор, изобретатель Даже валютные изобретения были И вот я Однажды Не зря же вы приехали ко мне Ведь это же просто удивительно Как случается Одна единственная фраза Услышанная случайно на улице Строится город Сайногорск А возле ГЭС Строится ГЭС Растут сливы Я точно знал Я уже в Кемеровской области пожил на Виске Побывал в этих местах И что я точно знал В Сибири растут ранетки И вдруг сливы Кто бы знал, что так получится Что когда стал выбор По семейным обстоятельствам Как дальше жить Вот это вот и застряло Я приехал сюда Я приехал Я это самое Мне сразу Понял, что это удивительный край Завод собирается пускать Я металлор Вот Я показываю свои регалии Мне тут же дают у кого-то квартиру Должность мастера И я уже в Сайногорске Но я тогда не знал О чем я подписываюсь После сразу стал замначальником цеха По охране труда Техники безопасности Вот Ну и Потом Работал Ведущим инженером По охране труда Промышленной безопасности Но Дачное увлечение Сливы Я уже слово сливы произнес Ну то ладно Сливы китайки Там 10-20 грамм Иногда 25 Это понятно Но когда я вырастил Сливу Пошел дальше Весом 100 грамм Ну Или почти 100 грамм Окончательно снесло Крышу И я стал уже Садоводом Более Уже таким Более серьезным И Стоило мне только Поверить То что Можно здесь Вырастить То что я ел На Украине И даже лучше Вот Все перевернулось В моей душе Ну вот вы молодой Да Это где Как раз это Украина Или уже Норильск Это уже Норильск Вот видите Какими мы были Мы были Чистенькие такие Мы были Какие-то Сейчас нас Презвители Совками называют И сейчас Наверное Вот посудили На мою сестренку Сейчас таких лиц Уже трудно Разглядеть Современной молодежи Вот А Допустим Я сейчас еще Покажу Что происходит Постепенно Дело в том Что 13 лет работы Дичайших Цех электроли За никеля Вот Смертность Высокая Наверное Я туда вовремя Уехал Потому что Очень много Мы друзей Хоронили И похоронили Невероятно Вредный Цех Да Я оттуда Привез И уже раз Упоминал У меня Вы брали интервью Когда я В клубе Боржей был Я еще раз Все-таки Упомяну Не все Наверное Слышали Важнейший Момент В моей жизни Я привез Оттуда Сожженные Хлором Легкие Я был еще Кроме С работы Старшего Мастера Гидрометаллического Отделения Я был еще И добровольной Газоспасательной Дружиной Руководил И первый Лет всегда И не всегда При мне был Противогаз Я привез Сайногор Хронический Бронхит И Астму Которая Должна была Закончиться Летальным исходом То есть У меня Каждую ночь Останавливалось Дыхание Вот Меня спас Венесей Это Просто судьба Какая-то Поедете В любое Другое место И возможно Тамошние Телезионщики Уже Б интервью Не брали бы Некому было бы А здесь Незамерзающий Венесей И вот При температуре Минус 30 Минус 35 Я совершил Серию Заплывок Венесеев Посреди зимы Декабрь Январь Вот А это уже Тоже Я хотел Несколько Добрых слов Сказать Это наша Первая группа Моржей Здесь Стояногурский Да Это 84 85 86 Год Она потом Распалась Вот И я должен Сказать Несколько Добрых слов В адрес Нынешнего Как бы Нашего Председателя Клуба Моржей Василия Федоровича Все-таки Уникальная Личность Что Клуб Заработал Уже более Современным Заработал Понимание Мы же просто Приходили на берег Страшный ветер Минус 30 35 Мы Быстренько делали Зарядку Раздевались Стуча зубами Ну кто покрепче Не стучал Вот Я стучал Зубами Заходили в воду Делали заплыв Так полминуты Минуту Выходили Уже зубами не стучали Потому что Уже было все равно Вот Растирались Одевались И вот Получается так Что Мне Енисей И вот это вот Неуемное желание Жить Послу жизни И я не говорю Что Я знаю сейчас Что Если столь человек Полезет в Енисей В почту моих слов Один из них Обязательно умрет Возраст Кого-то может не выдержать Сердце От стресса Кто-то полезет Неподготовленный Но если прийти В клуб моржей Познакомиться С нашими ребятами Опытными Которые Уже сам черт не брат С руководителем И тогда Можно безопасно Вылечиться Подлечиться Если уж такая страшная болезнь Я победил Ни с кем не советуюсь Что уж Под руководством Опытных Моржей Можно Вернуть здоровье Там Где никакой врач Уже не поможет Поверьте Минус 35 Температура Уже в декабре В Енисея Ровно 0 Вот Это Те самые условия При которых Организм Может сделать Отчаянную попытку Спастись И вернуть здоровье Вот Об этом Вот эта фотография Осталась на память Вот Это наш славный коллектив Сейчас практически Никого и не осталось Наш Электролижный цех Сайногорский Ага Здесь во главе В галстуке Ахметов Всем известный Вот И наш коллектив А никого не осталось То есть на пенсии Нет вообще никого Я даже не знаю Судьбу всех Но прошли годы Вот И просто приятно Взять фотографию Вспомнить Смотреть Да Вот они все Молодые Красивые Ну Не совсем молодые Но и не старые Красивые Энергичные Вот Себя никогда не жалели Производство нигде Вот Перешел в заводской отдел Техники безопасности Ведущим инженером Вот он наш Бравый коллектив Тоже почти Никого не осталось А может уже и никого Но Одно могу сказать До сих пор Мне говорят Что Железу осталось Доброе слава Вот вряд ли Кто с этим станет Спорить Хотя мне пришлось За свою жизнь Несколько Тысяч Приказов О наказании Вот Работает Судьба Вот вы спросили Про моих родственников Посмотрите Так Если смотреть От меня Слева два сына Справа Тоже родня Но чуть дальше Видите Это вот здесь Молодцы ребята Я хочу сказать Почему я это показываю Мне скоро 63 Я ухожу Как бы на покой Пройдемся По саду И вы увидите Что вот эта вот Родня творит Вот Она Работящая То есть То что вот сейчас Про молодежь говорят Такая-сякая Вот слава богу К ним не относится Потому что они заняты Самым серьезным делом Самым благородным На свете Они выращиваются А вот Вот фотография Я взял фотографию Вот чем она вам дорогая Эта фотография Наши легенды Значит Дело в том Что Владимира Степановича Бородича Уже Скоро Второй год Уже нет живых Вот Потеря огромная К тому же Что Все-таки Он мог бы еще жить Потеря огромная Потеря невосполнимая Почему Вместе с ним Умерла легенда И вместе с ним И помаленьку Вот в том числе Из-за варяга У нас умирает садоводство Вот Он уже давно Не выращивает саженцы В постоянной здоровье Вот Умер Николай Иван Чижик Великолепный садовод Которого Мало в городе знали Мой как бы сподвижник Вот те 100-граммовые сливы Которых я говорил Которых вырастил И ключ снесло Это его Первый Этот садовод Вот Вот Дело в том Что Эта фотография Мне дорога тем Что Владимир Степанович Позвонил мне И сказал Как хочешь Вот Мы с тобой Специально Выбираем время Едем Вот это И фотографируемся На память И вот Осталось Слава Богу Хотя бы У меня вот такая фотография Спасибо ему Вот А вот первая дача Вот Вы сразу здесь купили Да получается Этот домик Это было время Такое особое Мне Мне Та сторона Не понравилась Я не знаю Это глубокое внутреннее ощущение Но эта сторона красивее Посмотрите на этот бор Да Стоянский бор Посмотрите Что все в цвету Все Вот весь красный хутор И Просто Это самое Судьба Привела к тому Пользуясь слухами Я На лодке Наемной Переплыл на эту сторону И нашел Сверохутор Судьба вела Я не знал ничего О нем И именно этот дом И так Как-то получилось Что возьми В любом другом месте дом Ну может я бы Был нормальным инженером Но я не стал бы никогда Этим Профессиональным садоводом Цепочкой привела Место уникальное А вот первое дерево Которое вы здесь посадили Оно еще живо? И какое оно было? А пожалуйста Нет Я Это самое Ну конечно Были просто яблони Да Да Вот первое Вы представьте Какие-то сорта Купили участок И первое то Что вы здесь посадили Первое было Белый налив С него начиналось Интересно было наблюдать На третий год Вот сорок яблок А оно еще Это мне по грудь Вот Потом три года Ничего Потом сто килограмм Яблоки Белый налив Аж розовые Крупные Ростовчане приезжают В гости Говорят У нас в Ростове Таких не было А потом мы и наблюдали Оно привито на дичок Через несколько лет Полное задичание Есть невозможно Вот с этим пришлось бороться Это особая работа Вот Это один из открытых мной методов Называется Наслоение менторов Но это надо читать Мои книги Ведь мои фильмы Тема не эта А самое интересное Вон тот абрикос Вот он Вот Ему 27 лет Так Взял в виде Дикого Уссурийска Абрикоса Привил на нем Два сорта Серафим и Королевский И Еще где-то Лет 8 назад Он дал рекорд Дворожая 24 Вот одно из первых Оно уже всем в грибах Здесь до 30 лет Дальше не надеетесь на абрикос Это не юг Вот Вот это вот и есть Один из первых ветеранов Самый Удачливый Два сорта Прекрасное Скрещивание Между ними Прекрасное Перекрестное Пыление На одном Корне Результат Сумасшедшего Урожая Здесь все гораздо проще Вот здесь И где-то Патогенные зоны Которых никто не знает Эти геопатогенные зоны Не только деревья Могилу сводят Но и людей Это на вашем диске Тут какие-то разломы есть? Ооо Это отдельная тема Хотите мы целую передачу Нет Это получается Какие-то Да Мало того А как вычисляете? С помощью деревьев Или с помощью Специальной рамки Раз Рамок Или вот как у меня было Участок Метр на три И на душу Мудрится посадить грядку 50 слив Привил Все Проходит год 47 мертвых Это у меня У Железова Потом еще Интересно У меня есть фотография Вот такая вот Сливка На ней вот такой Плод Еще год Сливка Плод Третий год Опять она же Не растет Опять плод Я как догадываюсь Быстрее Дать Потомство Потому что умирая Собираясь И на пятый год Умирает одна Она все же другая Но что и третья Все А уже потом Я рамками А потом Рамки там вот так Вот прощаются Как это Как биом Клесе Вот это все Интересно Но это как говорится Отдельная тема А вот Мечта Что вырастить Есть какая-то Мечта Устремления Чтобы вырастить Неукрывные персики Вырастил Пусть скромные Пусть 20-30-40 грамм Ну вот Дело в том Что Черешня Ну Боддор Борис Осич Ну супер Человек Легенда Человек Волшебник Да Он вырастил Черешни Вот Вот мои Видите Они Каждый год По три штучки Дают Такая большая черешня А у него А у него Это у меня Говорю Вот такие Вот А у него Я про штамп Вот такие вот Вот И гигантские деревья Сумасшедший урожай Сам Пася И его саду Вот Тут за ним Не угнаться Я такой мечты Уже не ставлю Боддор Первый И Это самое И навсегда Останется первым Вот У каждого Есть что-то свое Да На Кубани В Орле В Воронеже Уничтожили все деревья До последнего Но для нас Они были нормальны Вот Они привели К невиданному рассвету Я умудрился На всю Россию До меня Никто этого Не догадался Сделать Они не знали Они когда писали Где растут абрикосы Я читал Много статей Про Хакасию Про Сеногорск Даже не упоминали А у нас абрикосовых деревьев По плотности По плотности Больше чем в любом районе России Я уж про Украину не говорю Я там хуже знаю Дела Но России точно И этот феномен Я его назвал Сеногорский феномен Но Климат меняется Так Что больше Этого не будет Больше такой серии нет И мы должны готовиться Худшим временам Ты должен иметь В саду Если ты живешь Вот в этой узкой полосе Это микроклимат От Черемыша И до Сеногорска Туда немножко Ну вдоль Шоссе Да Ну еще на Эдай Заходит микроклимат И сюда Вот узкая полоса Вот здесь вот И она довольно узкая Потому что уже Следующая деревня Вот Саянская Она уже сюда не принадлежит И на этой узкой полосе Мы еще пытаемся вырастить И выращиваем Прекрасные абрикосы Но уже в каждом саду Должны быть полукультурные Надежные Сорта Страховой фонд Это та же Антоновка Это те же Уральские полукультурки Это Барнаульские полукультурки Красноярские Типа Красноярский пипинчик Или там Это груши Алтайской селекции Мы уже должны Готовиться к худшему Это мой совет От души Вот скажите пожалуйста Вы говорили что Можно вот с помощью деревьев Обределить какой будет прогноз На следующую зиму Например Это вот многолетние Ваши наблюдения И Да Да Многолетние наблюдения Мне интересно По нескольким Факторам Определять Какая будет зима Например Осенью зацветает Иногда Вещи На некоторых Вещи Вот Казалось бы С чего бы это А это означает Что Здесь все деревья Кладу Они иммигранты Они путают Осень и весну Вот Столыпинское Переселение Привело к тому Что здесь появились Первые сады Это первое наблюдение За погодой Кричит Да Но Опять же Подчеркиваю Почему я такую Привел Историю Опять же Получается так Что какие бы они ни были Сто лет в Сибири На миллионы лет Они жили там Где Климат бы более подходящий Например Там более длинное лето Здесь оно намного Короче Вот раз Во-вторых Раз иммигрант Зачем Часто ошибается Но Все-таки В целом Получается такая картина Ошибиться может Яблоне Допустим В этом году В другом году Абрикос А в целом Когда вдруг Получается Невероятная картина В этом году Она невероятна Цветение Аномальное Естественно Была теплая зима Естественно Все они Дожили до Цветения Вдруг оказалось Что нет Заморозка Это тоже Последние годы По всей исключению Справил В этом году И вот По всему нашему региону Бойное цветение Ну Живи радуйся Ожидают большое Если не будет Града Не будет Ураганных ветров Которые сбивают То есть Сейчас еще не все Отцвело А завтра Если будет Как вот В Казахстане Минус 8 Там Погибли цветы Да Вот на этих днях А у нас Такое может случиться Еще не исключено Ну вот Фу-фу-фу Идет день за днем Уже отцвели Абрикосы Заканчиваются Уже сливы Заканчиваются Уже Начинает Уже Груша Часть цветет Яблоны Начинают расцветать Еще в недельку Две И феноменальный Урожай Радуйся Клянусь Вам Будет страшная зима Когда все Не сговариваясь Деревья Вдруг буйно цветут Цветут у меня Однолетние абрикосы Двухлетние абрикосы Трехлетние Вот Завязалось Все что можно Каждая Это Не сбросилось Ни один цветочек Жди беды То есть Нормально Морозное И наоборот Как мне с Урала Пишут Не совсем Но Это Курганская И Оренбургская Область Вот Все тоже Все вроде нормально Цвет не побил А они не распустились Цветочные почки Нету цвета Нету Я пишу Ну радуйтесь Будет теплая Зима И вы на следующий год Дождетесь урожая А мы Это не последний Львот Не хотелось бы Этого Но климат Продолжает Раскачиваться То есть Прогноз Мой Насчет Я не уверен Какая погода Будет завтра Сам не знаю Но Прогноз такой Что зима Будет лютая Вы сказали Что все Как бы Стремиться Больше к нечему Получается Что В следующие годы Вы внесли себя В историю Содоводства В следующие годы Фамилия Железов Железов Вырастил Такие Новые Уже не будет звучать С экранов Телевизора Вот Железов Вот он Мы здесь сидим А вон он С тележкой Вон он Железов Это Сергей Валерьевич Пожалуйста В том-то Все и дело Что Ничего Фамилия-то Не пропадет Я же Никуда не делся Я же ему помогаю Правильно Вот Это Не я А он Попросил Эти сто сортов А я ему тут Помог привить Я ему помогу вырастить Может доживу Когда увижу Еще несколько сортов Сто сортов уникальных не будет Но 3-5 там будет Обязательно Которых нет ни у кого В всей Сибири Он так и движется На Урале уже Челябинске теплеет Накинем несколько градусов Вот уже Холодо Вот уже Санагорск Получается Это ваша гордость И продолжение Да 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 Вот Единственное Что парень Еще пока не готов Маячить перед телекамерой Не так одет Вот Но Главное Я о нем Громко заявил Вот Очень серьезный парень Сергей Валерьевич Очень Раз Вот Трудолюбивый Сейчас пойдемте Посаду Посмотрим Что он там Что он творит Вот Главное Что уже давно Саженцы Железова Лучшая В России